Тыквенный латте один из самых популярных напитков в кофейнях в осеннее время. Его любят все, и взрослые, и дети. Он приятный, пряный, плотный, ароматный и такой шелковистый. Но подождите, не бегите в кафе, сейчас мы с вами сделаем его дома. Получится так же вкусно, только дешевле. Всем привет, меня зовут Юля, вы на моем гастро-канале Сладкий Персик, и сейчас я расскажу, что нужно делать. Все очень-очень просто. Нам понадобится сама тыковка, примерно 150 грамм. Молоко, примерно 150 миллилитров. Сваренный кофе, 100 миллилитров. Сахар, примерно 1 чайная ложка или по вкусу, тут кто как любит. Корица, 1 четвертая чайной ложки для украшения. И мускатный орех, тоже примерно 1 четвертой чайной ложки. Сначала нам с вами нужно подготовить тыкву, чтобы она стала мягкой. Ее можно сварить на плите, в микроволновке или запечь в духовке. Я ее просто потушу. Нарезаем тыкву на кусочки, складываем в кастрюлю, добавляем немного водички, накрываем крышкой и тушим до мягкости. Время приготовления зависит и от самой тыквы этой сорта, и от размера кусочков. У меня ушло примерно 30 минут. Для этого рецепта я буду использовать только часть тыквы, а остальная тыква у меня уйдет на тыквенный джем. Рецепт, кстати, тоже смотрите на моем канале. А еще нам заранее нужно сварить кофе. Я это сделала в кофеварке. Когда тыква приготовится и станет мягкой, мы берем погружной блендер и делаем из тыквы пюрешку. Аккуратно, не обожгитесь. В кастрюлю к тыкве добавляем молоко и мускатный орех. Ставим на плиту на самый тихий огонь и нагреваем, но не даем сгибеть. Снимаем кастрюлю с огня и взбиваем. Здесь уже лучше взять не блендер, а миксер. Взбиваем до пенки, примерно должно получиться вот так. Теперь берем красивый стакан, лучше прозрачный, чтобы уж было точно, как в кофейне. Наливаем нашу тыквенную смесь до половины стакана. Потом наливаем кофе. Посмотрите, как красиво получается. Посыпаем напиток корицей и все, можно пить. У нас получился прекрасный тыквенный латте. Ничуть не хуже, чем в кофейне, только из дома никуда выходить не пришлось. И денег сэкономили. Неплохо. Я бы немножко больше добавила сахара, а так все прекрасно. Всем приятного аппетита и всем пока!